Ре. Вис Этерс Ирте. Ну что же, в сюжете нашего коллеги вот очень явно прослеживается такое противопоставление дома, который обслуживается Ригас-Наму-Пар, Волднекс, и дома, который обслуживает частный кооператив, и сравнение это не в пользу муниципального обслуживающего предприятия. Вот насколько эта тенденция такая стандартная, это действительно так и есть, что частные, кооперативные предприятия лучше справляются со своими обязанностями по обслуживанию домов? В любом случае лучше, и скажу почему. Для этого есть одна очень важная причина, потому что в кооператив входят сами же собственники квартир, которые живут в этих домах, и поэтому у них есть свой особый интерес содержать дом в порядке. Муниципальное предприятие создано для того, чтобы управлять жилыми домами, приватизированными жилыми домами, а это значит, они являются в общей собственности квартирных собственников, до той поры, когда собственники квартир примут решение и возьмут права по управлению у самоуправления в свои руки. Это указывает закон о приватизации, причем в законе указывается, что в течение шести месяцев после того, когда дом отдан на приватизацию, собственники квартир должны собраться вместе и взять права по управлению в свои руки. Создавая или товарищество, или кооперативное общество, есть множество возможностей, как можно этот процесс решить. То есть получается, это можно объяснить очень просто, что просто-напросто у жильцов выше мотивация и больше личная заинтересованность в том, чтобы сделать хорошо своими же руками. Да, да. Причем в законе о самоуправлениях, управление приватизированными домами, которые являются в общей собственности, это не главная функция самоуправления. Поэтому собственники квартир должны понять, что рано или поздно им придется самим заниматься управлением своих домов. И действительно, вот конкретный пример указывает, что в этих случаях дома содержатся намного лучше. Если вы посмотрите еще конкретные дома, в которых собственники квартир создают свои товарищества и управляют только одним своим домом, то там ситуация очень даже хорошая. Давайте поговорим с нашим телезрителем. Принимаем первый телефонный звонок на сегодня. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я хотела бы госпожей Мучьянке задать вопрос. У нас была ситуация Москва-137. Переписка длится уже целый год. В ноябре этого года будет уже два года. Формальные отписки. Мы не хотим платить за людей, которые непрофессионально работают в домоуправлении. Как раз, не разобравшись с ситуацией, сделали нам ремонт, бешеную сумму за нам. И теперь мы просим служебное расследование или какое-то кто, почему мы должны заголовоке от ваших работников оплачивать свои деньги. Год ждали, чтобы получить документы на руки. Нам даже оказывается, это такая военная тайна, что нам на руки копии документов не даются. Чтобы мы могли ознакомиться с какими-то специалистами, как говорится, министы. В общем, короче, я хочу знать, почему у вас вы открыто и всегда кричите для общества. Пожалуйста, обращайтесь. Мы вам поможем, мы разъясним. Но формально идет переписка, буквально, формально. Все у вас идет. Вы только на словах красиво говорите. Спасибо большое за звонок, за вопрос. У нас, кстати, на эту же тему и по этому же адресу снят сюжет, который мы хотим прямо сейчас показать. И тогда заодно и звонок телезрительницы прокомментируем, и ситуацию, которая показана в нашем сюжете. Давайте посмотрим вместе. Дома на улице Маскова с более 100 лет. Проблема, с которой столкнулись жители этого дома, нет нормального напора воды. Началось с того, что в 2011 году квартиры 3, 3 и 2 написали ЕСНИГУМС, что нет напора воды. Люди мучаются. Во всем доме был напор воды. Но именно вот три квартиры, у них нет напора воды. В том же 2011 году жители получили ответ из дома управления. Будет произведена замена труб. Спустя три года прибыла ремонтная бригада. Они начинают рыть какую-то траншею. Мы подошли и спросили, что за проблема, почему мы думали, что Рига Суденс приехал. У вас нет напора воды. Мы говорим, что, извините, у нас во всем доме есть напор воды. Только там в трех квартирах. Почему вы эту стену роете? Все равно вырыли, ушли. Когда они вновь обратились в дом управления, ответили. Причиной работ стало полное отсутствие воды во всем доме. По словам Ларисы, из-за того, что была подрыта несущая стена, по стенам дома пошли трещины, а двери стали закрываться с трудом. В ноябре прошлого года пришел счет с крупной суммой за произведенный аварийный ремонт. Мы не считаем, что была аварийная ситуация. В трех квартирах нет напора воды. Пока мы ведем переписку, наступает зима 2015 года. Они сделали такие трубы неутепленные. Люди вообще сидят без воды. Вот эти три квартиры. С 31 декабря у нас нет вообще ни грамма воды. Я инвалид. И не знаю, что мне делать. Мне надо ходить где-то искать воду каждый день, потому что невозможно без воды просто проживать. Чудо! Или благодаря тому, что мы начали интересоваться ситуацией в доме на улице Масковос, в день съемок нашего сюжета вода из крана в квартире Галины пошла. Хотелось бы, чтобы нас действительно услышали, делали нам воду, чтобы мы не страдали от этого, чтобы можно было и постирать, и помыться. Мы решили обратиться в Рижское домоправление, чтобы узнать, что же дальше делать жильцам этого дома. Нужно сказать, что трещины в доме ни в коем случае не связаны с проведенными работами. Работы были выполнены для того, чтобы обеспечить дом необходимыми услугами. Жильцы дома были информированы о необходимых и проведенных работах. Если у жильцов есть вопросы по поводу озвученной суммы за работу, они могут обратиться к главному инженеру с вопросами. И он расскажет, что было сделано, и какие использовались материалы, и так далее. Также представитель домоправления добавила, что каждый жилец должен отапливать свою квартиру, чтобы водопровод не замерзал. К замерзанию труб привело то, что одна квартира этого дома пустует и не отапливается. Анна Ита Саханова, Никита Алексеев, Игорь Статц, Латвийское телевидение. Вот такое чудо, прямо мэджик происходит, когда журналисты вмешиваются в какую-то проблему. До этого крыши текут. Хорошо, что что-то происходит. Да, воды нет, а потом все начинает происходить. Ну вот, госпожа Матьянка, как вы прокомментируете ситуацию, сложившуюся в доме на Масково с 129? Ну, в принципе, управляющий должен в соответствии с нормативными актами обеспечивать, допустим, ежемесячное содержание жилым домом, в том числе и коммунальными услугами. Здесь, очевидно, были какие-то проблемы с конкретным стояком подачи холодной воды. Я не проинформирована о причинах этой проблемы. Но, во всяком случае, конечно, это компетенция управляющего. Такие работы нужно производить своевременно. И поэтому я считаю, что здесь, конечно, не на столь большая вина самих собственников квартир в том, что они, может быть, не своевременно накопили деньги для конкретных ремонтов, сколь, в принципе, управляющий должен в соответствии с своей компетенцией обеспечить эти работы. Но если ситуация такова, что вмешательство требуется немедленно, то есть оперативно нужно принять какие-то меры, как в случае с первым нашим сюжетом, когда протекала крыша и заливалась электропроводка. Мы все прекрасно понимаем, чем это чревато, но денег пока не было накоплено на ремонт. То есть есть действительно большая угроза, что может случиться куда больше неприятностей, чем просто протекшая крыша. Что в таком случае делать? Условия Кабинета Министров 2014 указывается, что управляющий может использовать деньги по обхозяйствованию, заплаченные за квартиросъемщиками этого конкретного дома или же любые другие финансы, которые есть в его распоряжении. И нужно срочно ликвидировать аварийную ситуацию. Поэтому потом управляющий имеет право предъявить отдельно счет за ликвидацию этих аварийных работ плюс к ежемесячным платежам по обхозяйствованию. То есть можно будет выплатить постфактум? Да. Давайте сразу вопрос от нашего телезрителя на портале www.3wtvnet.lv касается он как раз-таки накоплений управляющих. И вот наша телезрительница пишет, управляющий предложил нашему дому создать накопление на замену окон на лестничной клетке. В этом году мы накопили достаточно средств, чтобы следующей весной провести эти работы. Но за это время ситуация изменилась, и теперь для нас намного важнее заменить электроинсталляцию в помещениях общего пользования. Как мы можем изменить назначение уже созданных накоплений? И возможно ли это? Да, это возможно, конечно. Нет никаких проблем. Закон указывает, что собственники квартир должны или собраться на общее собрание, или же сделать письменный опрос и принять конкретное решение о том, куда накопленные деньги будут потрачены. Если в начале это было актуально, допустим, на ремонт лестничных площадок, то, в принципе, если появляется аварийная ситуация, а электроинсталляция это действительно может вызвать очень быстро аварийную ситуацию, поэтому они могут принять решение и эти деньги направить на другие ремонтные работы. Еще с вопросом к нам обращались телезрители из Кенгарахса, ИКШТЛС-7. Вот прокомментируйте ситуацию. В доме сломался стояк, заливает квартиры, и домоуправление взялось его починить, но для того, чтобы устранить поломку, в некоторых из квартир придется ломать стенку, чтобы подобраться к этому стояку. Вот кто за вот эту разруху, кто будет компенсировать потом ремонт, когда будет вот стенка эта вся раскурочена? Значит, инженерные коммуникации, которые проводятся по дому как стояки, по вертикали, они являются объектом общего использования. И каждый собственник квартиры должен обеспечить доступ к этим инженерным коммуникациям общего использования. Поэтому я всегда говорю, не надо застраивать шахты, в которых находятся инженерные коммуникации. В принципе, делают плитками, все заделывают, да. Значит, нужно освободить доступ к этим инженерным коммуникациям. И потом, естественно, сам собственник квартиры, ему придется эти работы потом восстановить. Но если квартира застрахована, может жилец претендовать на компенсацию от страховой компании? В принципе, законодательство указывает, что должен обеспечить доступ к инженерным коммуникациям. Поэтому я думаю, что страховые компании не будут страховать на такие риски. Хорошо. А что в таком случае делать людям, у которых по причине этой поломки стояка залило квартиру и, соответственно, там свежий ремонт, например, испортило? Вот кто за это ответит? Да, если квартира застрахована, то, в принципе, такой собственник квартиры имеет право получить компенсацию. А если не застрахована? Если не застрахована, то тогда нужно вызвать представителей управляющего, составить акт, естественно, и таким образом решить обоюдно проблему компенсации. Потому что управляющий, он должен реагировать на такие проблемы, причем реагировать своевременно. Если случается уже авария, то, в принципе, управляющему нужно будет компенсировать затраты, которые, значит, появились при вот этой аварийной ситуации. А как вообще предотвратить такие вещи? Вот как жильцы могут узнать, что там какая-то поломка? Ведь, по идее, тогда должен какой-то контроль регулярно проводиться, чтобы избежать вот таких вот, ну, и разрушений, и заливания хорошего, свежего ремонта. Да. В принципе, когда собственник квартиры делает ремонт, то, конечно, нужно обратить внимание на инженерные коммуникации, на состояние техническое этих коммуникаций. Потому что, как вы сами видели, очень часто сами же собственники квартир застраивают эти ниши, и потом годами не видят, что там происходит. Естественно, что инженерные коммуникации общего использования, значит, ремонтные работы производятся за счет всех собственников квартир, так как это объект общего использования. Но каждый собственник квартиры должен следить и за состоянием этих инженерных коммуникаций, так как не всегда управляющий попадает в каждую квартиру, чтобы обследовать эти инженерные коммуникации. Но в течение года, как минимум один раз, управляющий должен обследовать все инженерные коммуникации, строительные конструкции, их техническое состояние, и, значит, обследование должен завершить составлением акта. То есть раз в год должен быть такой акт? Конечно. Причем у каждого дома есть дело производства, в котором эти акты все должны присоединяться. Давайте снова обратимся к порталу tvnet.lv. И наша, судя по всему, телезрительница пишет. Во всех законах об управлении говорится, что долг управляющего обеспечит дому такую плату за обслуживание, которая соответствовала бы нуждам этого конкретного дома. Я видела много смет, подготовленных Ригас нам у Parvalnex, для соседних домов, и заметила, что все клиенты дома управления одинаково платят за такие услуги, как техническое обслуживание домов, бухгалтерия и юридические услуги. Почему техническое обследование маленького дома стоит столько же, сколько для большого дома? И куда пропадают деньги за юридические услуги, если в нашем доме нет должников и нет судебных процессов? Почему вот такая несправедливость, что жильцам маленького дома надо платить столько же, сколько для большого? Да, ну это, конечно, не совсем правильно, потому что все, допустим, ремонтные работы, а также расходы на управление и содержание жилым домом определяются исходя из площади или общего объема жилого дома. Поэтому один квадратный метр, допустим, может стоить одинаково для конкретного управляющего, но этот квадратный метр умножается на площадь всего жилого дома. Поэтому если пятиэтажный дом сравнить с двухэтажным, то, естественно, общая стоимость именно этой услуги она никак не может быть одинаковой. Идет речь, я думаю, об одном квадратном метре. Возможно. А вот про юридические услуги еще наша телезрительница спрашивает. А в доме нет должников, нет судебных процессов? Куда эти деньги? Естественно, здесь управляющий делает смету на каждый жилой дом, и он должен учитывать, допустим, состояние по долгам. Если управляющий вынужден подавать, допустим, тяжбы в суд, то, естественно, тогда эти услуги будут рассчитываться именно на такие услуги, чтобы оформить, значит, тяжбу в суд, чтобы заплатить государственный налог и так далее. Но если в доме нет должников, то, в принципе, когда составляется смета на один календарный год, то управляющий должен учитывать, что в этом доме нет должников. Если смета составляется, допустим, на какую-то длительную перспективу, особенно если идут большие ремонтные работы в плане какие-то, то, может быть, составляется смета на три года или даже на пять лет, и делается накопление. В таком случае, допустим, можно, ну, как сказать, с перспективой планировать, что могут быть такие расходы. Но когда смета идет на один год, то тогда, конечно, если нету должников, то, в принципе, юридические расходы там никакие не предвидятся. – Последний вопрос. Очень коротко. Начался Новый год. На какие ремонтные работы будет поставлен особый акцент в домах Риги в 2016 году? – Я думаю, скорее всего, что нужно приводить в порядок внутренние инженерные сети, потому что в очень многих домах трубопроводы, в принципе, уже отслужили в два и в три раза свой эксплуатационный период. Вот, как мы видим, очень много аварий случается именно из-за того же, и затапливаются квартиры, что не в порядке инженерной коммуникации. Поэтому, я думаю, акцент будет на внутренней инженерной коммуникации. И вторая проблема – это, конечно, текущие крыши, кровли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова